Здесь ворон не считают. Важно поспеть за готовой продукцией. Мастер молочного цеха Светлана Токарева следит за каждым кусочком сыра или брикетом творога, который идет по конвейеру. Все должно быть качественно и строго по весу. В смену два через два вместе с ней выходят еще три человека на каждый вид молочки. В среднем мы делаем 4-6 тонн сырья готовой продукции. На производстве перед нами поставлена задача, в первую очередь это выпуск качественной продукции для наших потребителей, чем мы здесь и занимаемся. По максимуму в связи с этим проектом мы хотим увеличить конкурентоспособность нашей продукции, также увеличить возможные объемы производства, чтобы по максимуму накормить всю Урскую область. Сегодня Благовещенский молочный комбинат выпускает больше 100 тонн сырно-творожной продукции в месяц. Кураторы нас проекта пообещали. Научат лайфхакам бережной выработки. Например, оптимизируют технологические процессы, логистику. Первый год после шести месяцев обучения производительность увеличится на 5%, следующие три – на 15%. Производительность труда – это показатель, который характеризует эффективность работы предприятия. И сегодня при конкуренции, при условии санкций, ну много каких факторов, которые влияют сегодня на себестоимость продукции, и предприятию необходимо искать внутренние резервы для снижения себестоимости продукции. Под руководством специалистов Федерального центра компетенции в БМК воспитают внутренних тренеров. Обучение они пройдут как на рабочем месте, так и в столице. Задача проекта состоит не в том, чтобы стратить кучу денег, купить новое оборудование и начать работать хорошо. Задача, самое главное, научиться смотреть, научиться видеть наши проблемы, научиться видеть наши резервы и совместно с людьми, то есть все предприятия должны вместе, дружно решать все эти проблемы. Наспроект «Производительность труда» стартовал в 2018-м и зашел в 78 регионов страны. В Амурской области под его началом изменили рабочий процесс два предприятия – маслоэкстракционный завод «Амурский» и завод металлических конструкций. Благовещенский молочный комбинат стал третьим и финальным участником программы в 2022-м. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Максим Яценко. Программа «Город».